В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. 24 декабря пройдут выборы в объединенных территориальных громадах в 17 областях Украины. В Одесской области пройдут выборы в двух регионах. Об этом и не только будем говорить с гостями в нашей студии. У нас в гостях сегодня представитель общественной организации Обырымой Бутня Сергей Абертун. Здравствуйте. И политолог Андрей Бодров. Здравствуйте. Для начала хотелось бы начать с того, что многие не понимают вообще, что такое объединенные территориальные громады и кого будут выбирать. То есть для большинства людей существуют выборы парламентские, президентские, а вот в этом пробел. Возникает новое территориальное объединение, которое включает в себя несколько административных единиц, которые существовали раньше. Например, несколько сел объединяются в одну громаду. Это несет целый ряд плюсов для тех, кто живет в этих громадах. И, соответственно, этот процесс, он, скажем так, помогает и громаде получить некоторые функции новые, за которыми раньше приходилось ездить в район. И, скажем, улучшить управление своим бюджетом, теми землями, которые входят в эти громады. В общем, плюсов, на самом деле, очень много. Но целый ряд судных громад, скажем, уже приняли эти решения, уже провели даже выборы. Вот совсем недавно, в октябре, огромное количество судных громад уже проголосовало за свои новые составы советов. Потому что, когда объединяются несколько поселковых советов, естественно, прежние депутаты утрачивают, и председатели поселковых советов утрачивают свои полномочия. Создается новый поселковый совет, избираются новые депутаты уже от всей территории, которая входит в объединенную громаду. И избирается, естественно, новый поселковый голова. Вот именно поэтому выборы и сейчас у нас на носу 24 числа в тех двух территориях, о которых вы говорили. В Таирово и Белгород-Днестровском районе. Вот сейчас проходит в Харькове польско-украинский форум местного самоуправления. На ваш взгляд, в чем преимущество вообще таких форумов? Что полезного можно подчеркнуть? Самое полезное в том, что есть опыт уже, что не нужно ничего придумывать. Можно этот опыт перенять, можно посмотреть, как соседи адаптировали объединенные громады к тем реалиям, которые были, какие были проблемы. То есть это все можно подчеркнуть из чужого опыта и не наступать, будем говорить, на грабли, на которых уже потанцевал кто-то. Поэтому я считаю, что такие форумы, это прежде всего нужны нам, Украине, потому что мы новички в этом, потому что реформа проходит очень быстро. В той же Польше эта реформа длилась гораздо дольше. И ту дорожную карту, которую выполняет сегодня Украина, это просто спринтерский забег. И дай Бог, чтобы мы не останавливались и, главное, не совершали уже совершенных ошибок. Поэтому на таких форумах нужно не только принимать участие, а быть активными, показывать, что мы уже сделали, выслушивать критику, выслушивать замечания и учитывать это все. Потому что у нас нет времени, как у Польши, учиться, будем говорить, долго и потихонечку впроваживать эти реформы. Я считаю, что со стороны взгляд он всегда указывает на некоторые вещи, которые мы сами не замечаем. Плюс опыт уже есть у Польши. И плюс нужно еще отметить, что все-таки по стороне взгляд помогает отмечать те факторы, которые мешают реформе. Но наши власти, к сожалению, о них не говорят. Почему? Потому что все-таки слияние реформ – это некоторая утеря рычагов, потоков и т.д. И, конечно, местные власти этому сопротивляются, я думаю, стоит отметить. Как, в принципе, и в наших случаях, которые мы сейчас обсуждаем. И вот тут, наверное, зарубежные, скажем так, наблюдатели, они помогают дать обратную адекватную связь и посмотреть, на каком мы свете находимся. А вот относительно утери потоков, это для элит, потери власти, потери потоков. А громада, на самом деле, приобретает очень много возможностей, да, вместе с реформой. В частности, изменение межбюджетных отношений между громадой и центральной властью, да. Это уже возможности иметь, скажем, гораздо больше бюджет для решения всех тех социальных проблем, которые есть в громаде. Давайте как раз-таки проговорим. Вот какие достоинства децентрализации, в частности, для людей? Самое большое достоинство, которое я вижу в данной реформе, это переформат всех отношений власти и граждан. Почему? Потому что если раньше громады зарабатывали какие-то деньги, они уходили в государственный бюджет, и назад что-то возвращалось. Это были крохи, и, как правило, нужно было выбивать это и так далее, и так далее. То есть ничего нельзя было сделать в полном объеме для того, чтобы достичь каких-то там социальных целей, какого-то благоустройства, еще чего-то в полном объеме, так как это должно быть, как это подразумевает, будем говорить, практика в мире вообще. И у нас все время давали косточку кинули, кусочек какой-то сделали. Плюс положительный момент – это переформат вообще людей, которые управляют этими процессами уже в громаде непосредственно. Потому что надо учиться по-другому немножко смотреть на доходную часть бюджета, на расходную часть бюджета. Нужно считаться с громадой. То есть громаду нужно вытягивать из домов и заставлять их помогать работать на благо свое вместе, сообща. Нужно признать, что да, в менталитете это как раз у нас, у власти совсем другие подходы. У нынешнего, если мы возьмем типичного поселкового голову, это местный князер, который рулит как цыган солнцем своим бюджетом. У него есть какая-то когорта под пивал, которые составляют поселковый совет. И понятно, что есть какая-то другая противостоящая сторона, и постоянные войны, какие-то за одну лавочку. Сейчас эти войны, нужно признать, будут только ужесточаться. Потому что громады получат нормальные бюджеты, которые позволят нормально реализовать социальную политику, углублять качество обслуживания всяческого, и гуманитарного, медицинского, образовательного, ну всякого. То есть можно сказать, что с приходом бюджета еще и расширяются полномочия громады? Конечно. Те сферы, которые будут решать вопросы? Тут не мне, особенно говоря, карты в руки, да, я не имею там большого опыта, я был на стажевке в Польше, но не больше. Особенно я видел, как это работает, не учился этому специально. На ваш взгляд, с какими сложностями сталкиваются громады при объединениях? Ну, с самого первого момента это понимание необходимости данной реформы, да, и данных каких-то там конкретных объединений. Потому что по закону эти объединения, они, в общем-то, добровольные, но основа этой добровольности, да, она исходит от председателей, либо депутатов, ищутся какие-то там взаимопонимания с теми громадами, с которыми можно объединиться. Если одна громада, вокруг которой объединяются, имеет какие-то приоритеты, значит, все остальные имеют меньше приоритетов. Значит, пытаются договориться, пытаются поделить тот бюджет, который, может быть, будет у громады. Вот это самые большие проблемы. А, по сути, выиграют все. Почему? Потому что даже те громады, вокруг которых объединяются, она расширяется территориально. У нее появляется граница расширенная, у нее появляется больше численность населения, которое прописано, которое голосует. Вот. А это приводит к тому, что люди, которые проживают на этих территориях, они начинают потихонечку, потихонечку замечать плюсы, приоритетность развития этих территорий, потому что уже никто не диктует ничего, никто не запрещает, никто не навязывает ничего. То есть громада сама решает, развиваем торговлю или развиваем туристический бизнес, принимаются планы развития каких-то территорий. Это все на усмотрение жителей. Но, опять-таки, если громада объединилась добровольно, выбрала себе нормального голову, выбрала депутатский корпус, который будет работать, если громада сегодня понимает, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно создать какой-то климат, чтобы эти деньги туда приходили. То есть их никто с неба сыпать не будет, они сами падать не будут, то есть должен развиваться бизнес. И так далее, и так далее, и так далее. Таких вещей очень много, и они приводят к тому, что, вот из опыта тех громад, которые уже объединились в Украине. У нас в Украине были области, районы дотационные. И бюджеты громад там составляли полтора-два миллиона гривен в год. Что можно сделать за такие деньги? Ничего практически. Даже при минимальной численности населения, там, полторы-две тысячи человек, это все равно ничего. И эти громады, в общем-то, умирали. После объединения они избрали себе молодых перспективных голов, нормальных деятельных депутатов, которые не только хотят что-то сделать, поменять. Они еще знают как. Они поучились где-то, они вот такие форумы посещают. У них есть какой-то опыт минимальный, европейский. И они показывают результаты. Сегодня такие громады уже имеют результаты за год такой жизни в объединенной громаде. Бюджеты увеличиваются в два-три раза. То есть малый бизнес начинает развиваться, фермерство развивается. Появляются ФАПы, появляются какие-то малочисленные детские садики, которые содержатся сегодня не за счет там субвенций и дотаций, да, как по закону это положено, они уже даже в состоянии сами это содержать. И дороги появляются местного значения. И люди просто начинают понимать, что они хозяева своей территории, это их не дом. И каждый хозяин у себя в доме хочет, чтобы было чисто, выбрано. Ощущает преимущество, в общем-то, этой реформы. Да, и вот только тогда начинают ощущать вкус этой реформы и понимают, что мы можем реально жить как в Европе. Вся Европа так живет, господа. Нам не надо там что-то выдумывать, еще раз говорю. Есть вот опыт, заглянули за границу, посмотрели, поучились, приняли какие-то правила, которые живут на этих территориях, посмотрели, как они адаптируются в наших условиях и надо действовать. Самое сложное, наверное, адаптировать к нашим условиям. В наших условиях это адаптируется очень по-разному, да. И тогда, когда жители вроде бы должны ощущать себя, собственно, хозяевами громады, очень часто получается тогда в таких ситуациях, которые вот предшествуют слиянию громад, созданию ОТГ, когда люди себя чувствуют, что они, наоборот, имеют каких-то хозяев, да. В частности, я опять же возвращаюсь к нашей области, к примеру, Таировской ОТГ. Давайте как раз-таки об этом поговорим. Да, и когда поселковый совет сначала принимает решение о слиянии с другой громадой, да, и Сухолиманский постсовет, и Таировский постсовет приняли решение о создании ОТГ. Потом, собственно, оба совета отменили такое решение. Ага, ну, возникает вопрос, а почему, да, отменили? И какое решение было продиктовано интересами людей? Первое, когда, собственно, решили слиться, или второе, когда решили отменить слияние? Ну, в моем понимании, конечно же, опять же, я всегда, скажем так, исхожу из понимания сутносущности той власти, которая сложилась, да, и механизмов, которые в ней действуют. Я понимаю, что для обоих постсоветов это утрата контроля над, скажем, ситуацией, да, это незнание того, кто может одержать в итоге победу на территории ОТГ и стать поселком головой и депутатским корпусом, соответственно, влиять на правильность или неправильность, как в нашем случае, да, распределение этих потоков. И, соответственно, вот этот испух испровоцировал отмену обоих решений, да, то есть люди уже увидели, что, ну, скажем так, народ, по большому счету, не настроен их поддержать, собственно, и терпеть дальше, да, и просто включили, собственно, вот заднюю передачу. Страх. Ну, на сегодняшний день все-таки выборы в Таировской громаде не под угрозой СРЭВа. Постсовет – это орган, который принимает решение о слиянии, но после этого, собственно, принимается решение Центральной избирательной комиссии, и Верховная Рада его одобряет, да, и о выборах нового поселкового главы и депутатского совета. По большому счету, что сделал Таировский поселковый голова и Сухолеманский поселковый голова? Да, они попробовали своими решениями постсоветов отменить постановление Верховной Рады и решение Центральной избирательной комиссии, да. Даже они не понимали, что это… Ну, наверное, это определенный уровень профессионализма, собственно, да, или попытка заложить мину под выборы, собственно, и если вдруг они не выиграют, тогда, собственно, кричать, так мы же отменили, да, так что же они против воли громады, собственно, нас тут избирали, мы же тут все против были. Хотя люди, опять же, как я уже сказал, ну, в очень многих случаях имеют отличное мнение от такого, да, и демонстрируют желание поменять что-то в своей жизни и решить те проблемы, которые не решаются годами, и не удовлетворяются теми небольшими подачками, собственно, когда строится детская площадка, а после подсчета поселковым советом того, сколько она стоит, оказывается, что за этот бюджет можно было построить 2-2,5 таких площадки, да, ну, вопросов у людей очень много. Ну, будем надеяться, что децентрализацией все-таки будут заниматься профессионалы. На ваш взгляд, почему именно Польша является для Украины таким хорошим, достойным примером децентрализации? Во-первых, Польша – это постсоветская страна, которая была под влиянием того режима, и экономики очень были схожи, плюс она аграрная страна. И когда в 2009 году в составе объединенной группы украинской мы проходили обучение в Польше, в Гданьске непосредственно, мы посетили очень много, не только громад, мы посетили малые хозяйства, и мы сначала не могли понять, как это вообще у них происходит, потому что мы все время сопоставляли с тем, что имеем мы на сегодняшний день, и каким образом мы можем это адаптировать на нашу территорию, на наши громады, на наш менталитет и все остальное. И когда мы поняли, как это работает, мы просто ходили и облизывались. Это было очень интересно, когда громада, похожая на нашу громаду, управляется не 30 чиновниками, а тремя чиновниками, когда такая же громада доходную часть бюджета имеет в 10-15 раз выше нашей, когда они из государственного бюджета ничего не получают. И мы стали с этим разбираться, почему так происходит. Одинаковые возможности? Да, все одинаково, все вроде зеркально, единственное, эффективность управления доходной частью, расходной частью бюджетами, она другая. И когда мы разобрались в этих мелочах, оказывается, просто-напросто другие подходы изначальные. Мы сегодня все время разговариваем о бюджетах и в основном о расходной части этого бюджета, потому что, как правило, вокруг этих бюджетов и все споры, и все проблемы и происходят, так как и в Таировской громаде на сегодняшний день это происходит. Потому что у нас депутатский корпус, это, как правило, аборигены, которые там по три, по пять созывов находятся и никому не проигрывают. У них есть свои какие-то подрядные организации, которые выполняют и работы, и осваивают бюджеты, и голова этим управляет. Вот это наш подход, да. У них это подход совершенно другой. Это когда громада самодостаточная, она имеет либо возможности проводить конкурсы и приглашать любую компанию, которая будет что-то выполнять и гарантировать качество этих работ, либо они самодостаточны и выполняют это своими силами. И когда мы поняли, что мы собственные средства можем собственными силами осваивать, получать результат, гарантировать себе качество и еще на этом громада будет зарабатывать, вот тогда мы поняли, что нам надо все начать с нуля и начать с себя любимых. Надо сначала научиться этому, надо быть, наверное, государственным мужем, а не смышлением государственного человека, чиновника, который должен работать на государство, на людей. И вот только после этого может что-то происходить, то, что происходит в Польше. И практика показывает, что это получается. И есть такие люди, есть такие возможности. Очень много грантов выделено для Украины целевых. Порядка 20 миллиардов целевых денег безвозвратной помощи выделено для Украины. Но они лежат на счетах Министерства финансов и их не могут освоить, потому что люди не понимают, как это делать, потому что просто так их не дают. Нужен адаптивный проект, необходимый для данной территории подать, защитить и воплотить в жизнь самое главное. И отчитаться. Отчитаться, да. То есть только после этого начинается движение. Поэтому эти вещи, они там живут до сих пор. У нас какие-то вещи начали воплощать в жизнь, но за невостребованностью, будем говорить, что-то снивелировалось, что-то превратилось опять в отмывание, будем говорить, европейских грантов. То есть такие помоечки маленькие, да. Но в итоге это все остановилось, потому что европейцы после одного-двух раз неудачных проектов прекращают выделять деньги для осуществления этих проектов. И наша задача как раз стоит в том, чтобы максимально профессионально привлечь внешнюю инвестицию, начать на местах осуществлять эти проекты, которые как раз и направлены на улучшение экологических ситуаций, социальных ситуаций и так далее. А бюджеты нужно использовать только в социальной сфере. Только. Это должны быть школы, садики, это медицина должна быть, это целевая медицина должна быть. Людям нужно помогать на местах адресно, то есть не уравнивать это все. И каждая громада в состоянии это организовать и эффективно использовать те средства, которые громада зарабатывает. Сергей, но есть вот перспектива решения таировских проблем за счет этих инструментов, за счет этих механизмов? Да, мы подготовили за последних два года достаточно много интересных проектов. Это, во-первых, дом громады. Это не поселковый совет, где, извините, сидит голова в каком-то кабинете, через три замка и три секретаря недоступные, да, и бабушка за справку должна каких-то денег заплатить. Это дом громады, он содержит и ЦНАП, центр на доме административных послуг. Там социальные работники, там находится участковый, там находится ФАП, там находится социальная аптека. Человек, приходя в дом громады, решает практически все свои вопросы. И голова это не недоступный чиновник, да, а это член громады, который как раз и отслеживает, как работает этот дом громады, удовлетворяет ли он потребности населения и так далее. Вот это первое, это самое основное, что нужно сделать на сегодняшний день. И следующее, у нас подготовлены проекты по строительству мусоропереработки локальной, потому что данное направление, оно очень коррумпировано, и, как заметили на Украине, еще до сих пор за 25 лет не появилось ни одного современного экологического предприятия, которое собирало бы, сортировало бы и перерабатывало бы отходы твердые. Есть небольшие заводы, которые могли бы обеспечивать территории, такие как Таирово и Сухолиман. У нас есть уже договоренности, есть проект, адаптированный к этой местности, и мы сможем обслуживать не только нашу громаду объединенную, а еще и соседнюю, авангардскую громаду. То есть, тем самым решаем социальную проблему сбора твердых бытовых отходов, решаем проблему содержания территорий в надлежащем виде, и решаем вопрос рабочих мест, мы решаем вопрос энергетики, потому что это предприятие будет вырабатывать энергетику по зеленому тарифу, то есть, экологически чистую. Экологичность предприятия с нулевой отметкой, то есть, оно рекомендовано для применения в густонаселенных районах. То есть, ряд вопросов решается. Сегодня люди за вывоз твердых бытовых отходов платят от 120 до 260 гривен в месяц, но это накладно для многих. У нас будет нулевая ставка, а если мы научимся еще сортировать дома, то мы будем доплачивать населению за то, что они сегодня сортируют мусор. Отчистные сооружения, биостанции так называемые, тоже это совершенно новые технологии, которых нет еще в Украине, тоже локальные, с перспективой развития территорий. Уже есть эти проекты, уже оговоренные территории, уже адаптированные к территориям эти проекты. Это порядка 18-20 миллионов евро будет привлечено в первый год нашей компании. И когда люди начнут ощущать это, все повернутся лицом, все будут участвовать, потому что любой инвестиционный проект, он дает не только возможность решить ряд проблем, он дает возможность прийти, устроиться на работу, получать нормальную достойную заработную плату и гордиться, что в конце концов ты у себя дома, работаешь на хорошей работе, получаешь нормальные деньги и живешь в прекрасном месте. Вот и все. Поэтому я считаю, что объединенная громада, вот если говорить о Таировской громаде, получает плюс и Сухой Лиман, и Таировская громада. Почему? Потому что Сухой Лиман имел при количестве населения в полторы тысячи человек, до полторы тысячи, там, тысяча триста двадцать шесть, по-моему, бюджет годовой составляет миллион семьсот гривен. Ничего невозможно сделать. Таировская громада имела в шестнадцатом году сто пятьдесят два миллиона, по-моему, сейчас сто двадцать четыре миллиона, то есть тенденция к уменьшению. Да. То есть, ну, это, как бы, показывает уровень, будем говорить, хозяина в доме, который все сделает для того, чтобы бизнес ушел оттуда. Но не в этом вопрос. Вопрос в том, что... То есть, Таировский завод Винсут, зарегистрирован теперь не в Таирово. Он теперь уже не совсем Таировский. Не только завод, да. Не только завод. Есть крупные предприятия, например, вот, всемирно известная компания Ашан, да, которая никак не может начать строительство своего комплекса по ряду причин. Да. Причины банальные, то есть, не пускают их, не хотят их. А Ашан – это порядка 100 миллионов инвестиций в поселковый совет, в громаду объединенную. Это 3000 рабочих мест. Территориально он находится как раз возле самого густонаселенного жилмассива Радужный, в котором, де-факто, проживает 25 тысяч населения, а де-юры – полторы. Садиков нет, школ нет, дорог нет, проездов нет. Когда горят машины, пожарная машина едет и собирает все автомобили, которые там стоят, просто не вынуждены, там стоят в другом месте. Не дай бог какая-то глобальная катастрофа, не дай бог, то там беда будет. То есть, вот эти вещи все, они очевидны, вот, и ими надо управлять просто. Мы надеемся, что в ближайшее время все озвученные проекты вами будут реализованы. Конечно. Большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях представитель общественной организации «Уборы Майбутни» Сергей Абертун и политолог Андрей Бодров. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.